Я приветствую всех участников чемпионата Simformer Business Cup 2019. Меня зовут Меншиков Сергей, я основатель платформы Simformer, которая, собственно, и позволила нам организовать проведение столь масштабного всероссийского онлайн-чемпионата по менеджменту для преподавателей и студентов российских вузов. На сегодняшний день уже зарегистрировано более сотни российских вузов и несколько сотен студенческих команд. Но, судя по интересу, мы, скорее всего, будем делать наши мероприятия регулярно. Мы очень надеемся, что по результатам бизнес-чемпионата тысячи молодых людей, ныне студентов, возможно, почувствуют настоящий азарт, предпринимательский вкус к созданию своего бизнеса, приобретут системный взгляд на управление компанией и получат базовые практические навыки для создания своего бизнеса. Также мы надеемся, что преподаватели, участвующие в чемпионате, получат возможность использования в своих программах обучения для студентов такого эффективного инструмента, как бизнес-симуляторы и тренажеры Simformer, которые позволяют сделать процесс обучения действительно увлекательным, полезным, эффективным и практикоориентированным. Позволяет систематизировать разрозненные знания по разным дисциплинам в единое системное понимание. Мы искренне желаем успехов каждому участнику чемпионата, каждому преподавателю, курирующему свои студенческие команды и желаем вам победы. А теперь я отвечу на самый злободневный организационный вопрос, который часто к нам сейчас поступает по проведению чемпионата. Кемпионат будет состоять из двух этапов. Первый этап проходит у нас в классическом режиме, когда раунд игры составляет одни сутки. Длится он будет 12 раундов. Финальный этап у нас будет проводиться в режиме интенсивной игры, когда раунд составляет один час. И игра будет непрерывно вестись в течение 8 часов. Учитывая то, что аудитория наших участников сильно распределена по географии России, и часовых поясов у нас много, и время, удобное для калининградца, не всегда удобно для Владивостокса. Именно поэтому у нас первый раунд игры проходит в формате классическом. Несмотря на то, что официальный старт бизнес-универсиады назначен на 11.00.10 октября, любой участник универсиады может фактически стартовать в любое удобное ему время, в зависимости от его часового пояса, в период с 11.00 утра по Москве до 24.00 по Москве 11.00 октября. Независимо от того, раньше вы или позже в течение 10.00 октября начнете игру, это никак не повлияет на результативность, на результаты вашей игры, потому что все действия пользователей, совершенные внутри дня, синхронизируются в момент пересчета игровой ситуации, которая происходит ночью. Поэтому вы можете заходить в течение дня в игру в любое удобное для вас время. Это очень важная особенность платформы Simformer. Она позволяет синхронизировать игровой процесс для пользователей, разбросанных по широкой географии и для неограниченного числа пользователей. Следующий вопрос. Следующий вопрос, который нам задавали преподаватели. Сколько команд можно зарегистрировать от ВУЗа? Команд от ВУЗа можно зарегистрировать любое количество. Важно, чтобы у каждой команды был куратор в виде преподавателя. Важно, чтобы преподаватель старался помогать своим студентам, помогал и с точки зрения теоретической поддержки, методической поддержки, и организационной поддержки. Мы рекомендуем, чтобы в студенческой команде было не больше пяти студентов и не меньше двух. Оптимальное число — 3-4 студента на команду. Также частый вопрос от капитанов команд. Нужно ли регистрировать всех членов команды? Нет. Всех членов команды регистрировать не нужно. Нужно зарегистрировать только капитана команды. Капитан команды раздает свой аккаунт, логин и пароль всем остальным членам своей команды, и они входят под одним логином, паролем в бизнес-симуляцию. Очень важно, чтобы преподаватель помог студентам договориться между собой, членам одной команды, о принципах распределения ролей внутри команды. Мы не ставим каких-то жестких правил и сейчас в рамках чемпионата не даем каких-то жестких рекомендаций по такому разделению. Но в целом оно может быть произведено по нескольким принципам. Один из методов распределения функций ролей может быть по принципу разделения сфер ответственности за определенные виртуальные бизнес-юниты. Так называемые бизнес-юниты – это предприятия, входящие в состав виртуальной компании, которой будет управлять команда. То есть распределение возможно по дивизиональному принципу, либо по функциональному принципу. Это когда участники команды распределяют между собой функции менеджмента, за которые каждый отвечает по отдельности. Например, Вася отвечает за продажи, Петр отвечает за закупки, Аня отвечает за маркетинг, пиар и так далее. Возможен такой принцип. Здесь вы абсолютно свободны. Следующий вопрос. Когда подводятся результаты отборочного тура и где их можно увидеть? В течение игры вам в режиме онлайн будет доступна таблица с рейтингом всех участников. Буквально каждый ход игры, каждый момент игры вы можете видеть рейтинговую таблицу и свое место в этой рейтинговой таблице, место вашей компании по ряду параметров. Доходы, прибыль, рентабельность, активы и так далее. Поэтому вся ситуация будет доступна и открыта на протяжении всей игры. Победители фиксируются на момент завершения первого тура. И те 50 команд, которые будут находиться на первых 50 позициях рейтинга, являются победителями и выходят в финальный тур. Та же самая логика будет и для отслеживания вашего места в рейтинговой таблице и в финальной игре. Это вот пока все ключевые вопросы, на которые я сейчас хотел предварительно ответить. Еще хотел рассказать об одной немного нестандартной номинации в ходе нашего чемпионата. Номинация, которая называется «Лучший обозреватель». В вашем аккаунте Simformer, если вы зайдете в продукт с названием, собственно, «Бизнес-Универсиада Simformer Management Cup», вы в описании материалов увидите раздел, который называется «Конкурс «Лучший обозреватель». Что это такое? Этот конкурс мы сделали специально для всех участников, доступным для всех участников чемпионата, чтобы вы могли попробовать задокументировать, описать, заснять процесс вашего участия в универсиаде. Вы можете это делать в каком угодно формате. В формате видео, в формате статьи. Это может быть эссе, это может быть видеоролик, размещенный на YouTube, на Facebook, где угодно. Нам очень интересно ваша сформулированная и зафиксированная обратная связь как по самому процессу участия в чемпионате, так и по тому, каким образом вы принимали решения управленческие, каким образом вы решали, как вы распределите роли в команде. То есть, «Конкурс «Лучший обозреватель»» — это, по большому счету, конкурс на лучшую видео или текстовую летопись участия вашей команды в чемпионате. Поэтому регистрируйтесь в этом конкурсе, постарайтесь по итогам участия в чемпионате сделать какое-то интересное видео или интересную статью, в которой вы описали бы свой опыт участия в универсиаде и присылайте нам. Победители будут награждены ценными и интересными призами. Какими именно, сейчас пока не скажу. Это будет сюрприз. Спасибо. Это был Меншиков Сергей, основатель платформы «Симформер». Это пока все, что я хотел на текущий момент сказать. Я хотел бы передать сейчас слово и эстафетную палочку моему коллеге, которого зовут Минвидос. Минвидос является директором по продукту в компании «Симформер». Также является главным методологом и модератором чемпионата «Симформер» бизнес-кап. Именно он будет сопровождать вас ежедневно с выпусками ежедневных аналитических обзоров по промежуточным результатам чемпионата. Будет давать вам полезные советы. И я рекомендую ежедневно смотреть видеоновости от Минвидоса на нашем YouTube-канале. Его аналитический разбор полетов по каждому раунду игры уверен, будет каждому из вас очень полезен. Спасибо. И желаю вам каждому успешного участия в чемпионате «Симформер» менеджмент-кап. Удачи всем. Спасибо.